Я думаю, что вы начнете переговоры в этом году. Вот мы начали эти переговоры, я сказал сегодня вашему президенту, абсолютно нищими. И вы можете мне не верить, вы тоже станете членом НАТО. Меня зовут Евгений Чабан, корреспондент этого издания. Мы сегодня разговариваем с председателем парламентского комитета по международным делам Литвы, господином Джигемантесом Павильонисом. Господин Павильонис, здравствуйте, рады видеть вас в Молдове. Спасибо. Господин Павильонис, Молдова, вернее российская агрессия против Украины, и то, как Украина сопротивляется этой агрессии, она повлияла на политику расширения Европейского Союза. В Европейском Союзе стали по-другому смотреть на наши страны, на Украину и Молдову. Мы знаем, что в прошлом году и Украина, и Молдова получили статус кандидата на вступление в ЕС. И сегодня очень много разговоров о том, ну, наша молдовская дипломатия и в Европе очень много говорят о том, что, возможно, к концу года Молдова начнет переговоры, открывает для себя переговоры о вступлении в ЕС. Скажите, пожалуйста, насколько, насколько, по-вашему, шансы Молдовы велики на то, чтобы мы действительно начали переговоры? Ну, я сегодня встретился с вашим президентом Май Санду и сказал, поблагодарил ее, потому что я помню первые месяца, когда и президент, и новая власть пришла. Я сюда приехал с балтийскими коллегами, председателями, и тогда мы только мечтали об этом прогрессе. Сегодня, когда я прилетел, я читал все документы, которые я получил из Брюсселя. Я сам был в Брюсселе в прошлой неделе. Я не мог поверить, что вы достигли. Сегодня вы первая страна из тех, которые имели шансы. Я думаю, что вы начнете переговоры в этом году. Конечно, будем ждать рапорта комиссии в октябре, потом два месяца будут идти дебаты стран-членов. Но, как я чувствую сам, вы пример, так как надо делать реформы. Майя Санду — это как айкон, икона такой трансформации. Конечно, это еще не все. Я сам был координатор таких переговоров в Брюсселе. Три с половиной года жил от 99-го до 2002-го. Это тяжелый период, но тоже самый прекрасный период, потому что вам будет помогать все самые лучшие эксперты Европейского Союза достичь целей и правил игры и того благосостояния, которое мы имеем в Европейском Союзе. Вот мы начали эти переговоры, я сказал сегодня вашему президенту, абсолютно нищими. 99-й — это был русский кризис. Пол Литвы было в банкроте. Я начал в Литве, в МИДе работать. Моя зарплата была 5 долларов в месяц. Моя зарплата сегодня выросла на 600 раз. И мы сегодня 92% европейского уровня. И мы богаче, чем все наши соседи, только славяны богаче наш. И только итальянцы где-то в юге мы богаче и греков, и испанцев и так далее. Так что все возможно. Вы имеете в виду по ВВП на душу населения, по покупательной способности? Потому что период переговоров будет самый прекрасный для ваших реформ. Будет тяжело, но никогда, даже после вступления вы уже вступляете в клуб, и вы можете делать ну как бы что хотите, но здесь вам будет, вы принужденно вырастите на уровне европейском. И все поменяется. Каждый, вот как я говорил в Литве, каждый камень будет выглядеть поиначе. Это прекраснейший период вашей страны. И это не будет долго. Я думаю, вы будете чемпион переговоров. Литва начала переговоры после двух лет, когда Польша начала. Они в 97-м и в 99-м. И мы окончили вместе. Нас называли shining star of negotiations. И вы такие будете, потому что вы маленькие. Если будет такое правительство европейское, консолидированное, так я думаю, по нашим литовским планам, вы должны окончить переговоры в 2027 году. Почему? Потому что мы будем тогда председательствовать. И вы должны вступить в Европейский Союз в 29-м, когда будет выбираться новая комиссия и новый европейский парламент, чтобы мы имели и молдавских представителей в комиссии, и в парламенте. Про успехи Литвы на пути вступления в ЕС и уже непосредственно в Евросоюзе мы еще поговорим. Это действительно очень интересно. А хотелось бы спросить, Молдова, например, может рассчитывать на поддержку Литвы в том, чтобы открыть переговоры в этом году? Вы имеете поддержку всех стран Европейского Союза, не только Литвы? Абсолютно всех. То есть нет стран, которые нужно убеждать? Нет. Ну, я думаю, как я чувствую, нет. Знаете, Европа потому честная, потому что, когда она уже принимает решение по кандидатству, она держится объективно. Если вы делаете реформы, вы их делаете, вы отличники в этом контексте, так она очень объективна. Она не может сказать нет по политическим причинам. Это было так до российского вторжения, что вы не имели этого права на членство. А сейчас мир повернулся. Сейчас нету как бы западной, восточной Европы, нету южной и северной. Мы все едины, мы все демократии, которые боремся за выживание и за выживание наших принципов не только в Европе, но и в мире. И мы не можем дать автократам победить в Украине или в Молдове, потому что они пойдут дальше. Это очень приятно слышать от вас, от высокопоставленных европейских чиновников, что Молдова действительно теперь часть европейской семьи. Остается только просто пройти этот путь для того, чтобы выполнить все условия, пройти переговоры для того, чтобы полноценно вступить в ЕС. Вы говорите, что политическая воля для этого есть, и мы действительно это видим, видим на деле. Но я хотел бы спросить про другое. Про то, что Молдова на самом деле очень небогатая страна и очень экономически... У нас очень слабая экономика. Я бы хотел спросить, насколько это проблема для вступления, как ее решать. И может быть на примере Литвы вы расскажете, как вы начинали переговоры, в каком положении находились, потому что сегодня в Молдове, если я не ошибаюсь, это около 30% среднеевропейского уровня по ВВП на душу населения, если даже не меньше, мы в три раза ниже у нас в ВВП. Мы начали этот процесс, когда мы были 15% среднего уровня. Мы сегодня 92% и мы растем вот так. Если ты ищешь новых технологий, инноваций, а вам только так и выжить, вам ваше прекрасное вино, но я думаю, в будущем ваше земледелие будет очень эффективным. Не надо будет столько рук, надо мозгов и качества. А все другое пойдет на технологии, инновации, на мозги, на университеты, потому что вот как ты едешь в Израиль, ты понимаешь, это малюсенькая страна, но из-за этого духа они делают чудеса. И вы сделаете, я уверен, что вы сделаете эти чудеса, только надо... Я вот самое большое, что я боюсь, когда начнется реформа. А реформа это тяжелое дело. Ну что, надо не только сидеть там в углу, в хате и пить какой-то сок или не знаю что, и думать про хорошую жизнь. Надо работать. И не все в советской тюрьме все просто лежали и пили что-то. А когда вы вдвинете каждый мускул своего тела и мозг, не всем это понравится. И Россия пойдет в эти угли, все угли, все маленькие улички, где будет реформироваться, будет говорить, не надо, так хорошо было в этом пекле быть. Так самое главное, держитесь вместе. Мы вам поможем. Мы еще говорим и по-русскому, мои дети уже не говорят. Мы поедем во все ваши села, во все ваши регионы, во все ваши Гагаузи и скажем, ребята, это все чушь и пропаганда российская. Посмотрите на нас. Все у нас, даже я помню, когда фермеры у нас, это наше литовское молоко, блокировали, в кабинеты нам заливали. А сейчас они миллионеры. Полбюджета Европейского Союза идет на земледелие. Мы там интеллигенты, бюрократы, мы завидуем им. Они получают деньги из воздуха. Так что вы заживете так, а у ваша, я сегодня с бывшим министром земледелия приехал, у вас земля такая хорошая, по сравнению с нашим песком. Мы просто не имеем того, что вы имеете. Так что и вы, Украина, будете раем Европейского Союза. Только держитесь едино. Не дайте вас расколоть, потому что эти все черта из Москвы сейчас будет очень интенсивно с вами работать, чтобы вы сами себя остановили, как не раз это уже делалось в Молдове. В Молдове только после начала российского вторжения в Украину всерьез задумались о собственной безопасности. Вы знаете наверняка, что и российские ракеты пересекали наше воздушное пространство, и ракета в том числе упала на территорию Молдовы, на севере, к счастью, никто не пострадал. Скажите, пожалуйста, вступление в НАТО или это единственный способ обеспечить безопасность Молдовы? В этом мире да. На следующем году НАТО будет праздновать свои 75 лет. Никогда НАТО не было, на территории НАТО не было войны такой, которая сейчас происходит здесь. И что мне интересно, я вижу в Молдове, я знаю, что тут у вас говорятся про НАТО. Это тоже российская ложь и пропаганда. Вот смотрите на литовскую историю. Знаете, сколько Кремль лжи на весь мир послал? О, вступление Литвы, будет война. Знаете, вы отержите Калининград. Калининград останется инклавом. Небо брушится, обрушилось. Когда Буш приехал 21 год тому назад и в Вильнюсе сказал в площади нашей Ратушной, в центральной площади, от этого момента каждый враг Литвы это враг Америки, мы стали плакать. Нас 50 лет убивали, как и вас. После войны у нас было 30 тысяч партизанов в лесах. Все они умерли, уча с английского языка, ждали Америка. Америка только сейчас пришла. Сегодня в Литве нет ни одного российского танка, оккупанта. Россияне, когда мы вступили в НАТО, они начали нас замечать, уважать, с нами сидеть, пить, говорить, так уже сейчас не делает. Но Россия уважает силу. Россия, если вы показываете свой такой улыбон красивенький, неутральный, это слабость, и эта слабость притягивает удар. Неутральные зоны, мы их называем grey zones, серые зоны, они притягивают агрессию. Так что сейчас во всем мире все неутральные зоны отказываются от всей своей северной массы. Смотрите на Финляндию, Швецию, даже в Норвегии начались новые серьезные дискуссии, что им надо вступить в Европейский Союз опять, потому что Россия и Китай. Китай даже в севере там все тает, и они уже вокруг Норвегии. И даже в Ирландии происходят интересные дебаты. Так что не надо спешить, вы сами это увидите. Просто мы будем очень серьезно работать на приглашение Украины в НАТО. Может это случиться, дай бог, в следующем году в Вашингтонском НАТО-суммите. Если Украина станет в НАТО, так это будет, ну я не знаю, какой теоретик мне может объяснить, что это умно быть неутральным площадкой внутри НАТО и деньги тратить своего народа на какие-то молдовские, не знаю, может вы танки здесь какой-нибудь сделаете. Но это невозможно. Просто если с Вами, Украина, наверное, будет 33-я страна НАТО, если вся военная сила Вам предлагает ваше будущее сохранить, потому что неутралитет это тоже говорит, что Вы не верите в свое будущее, можно так даже сказать. Если Вы верите в свое будущее, Вы его охраняете. И это самый эффективный, даже знаете... Но нейтралитет ведь не означает, что мы не охраняем и никак не строим свою безопасность. Есть же нейтральные страны, но это просто дорого. Это дороже, чем быть... Ну и дорого, и очень неумно, потому что мы так думали между двумя войнами. Балтийские страны были неутральными. И пришли два диктатора Сталина и Гитлера и просто поделил нас, как и Вас. И одна треть нашего народа просто была убита. Так, неутралитет это работает на тех агрессоров, которые хотят, чтобы Вы были неутральными. Но тоже есть хорошая пословица. Война стоит очень дорого. И Вы это даже знаете лучше нас. А это, ну не знаю, как по-русскому дитеренс. Но если ты становишься нашим членом, враг даже не думает по агрессии. Вот это ты отталкиваешь... Это главное преимущественно НАТО. Да, ты просто... В этой семье, если НАТО живет спокойно 75 лет, так Вы еще будете спокойно жить тысячу лет. Ну, сто лет, посмотрим, что с этим миром станется. Но Вы, и Ваши дети, и Ваши внуки будут просто концентрироваться на нормальную жизнь. А вступление в ЕС без вступления в НАТО вообще возможно? Теоретически да, но практически в этом мире этого не происходит. Если первая волна Средней Европы, она стала в первую очередь членом НАТО, а только потом ЕС. Мы тогда, Бальтийские страны, старали параллельно. А покажите мне хотя бы один исторический пример, где это произошло в нашем регионе как-то поиначе, или где трансформация была бы хорошо пошла. Нигде это не идет хорошо, потому что вот даже немцы мне говорят... Примеры есть, но примеры были... Ну, не в нашем регионе, где такая агрессия большая. Просто до Букарежского саммита НАТО в 2008 году никто даже не думал, что ты можешь обустроить свою квартиру, евроремонт сделать и не охранить свой дом. Но это просто очень неумно. Ты можешь потратить все свои деньги на реформы, но придет россияне, пошлет две большие ракеты на Хесина, и что тогда будет с этими всеми реформами, с этим народом? Это невозможно. Но вы, конечно, вы имеете очень хорошего соседа. Украина имеет после Америки вторую, самую сильную армию в Европе. И если мы защитим Украину, она удержит победу, я уверен, что она поможет и вам, и нам. Даже мы шутим. Мы сейчас имеем где-то тысячу американцев договорились с немцами про всю бригаду немскую, 500. Но мы молимся на этот момент, когда украинская бригада придет в Литву, там где-нибудь около Калининграда такой лагерь сделает для себя. И мы будем жить очень спокойно с нашими украинскими братьями, зная, что никакой оккупант ни с какой стороны никогда в Литву же не придет. Действительно, и президент Майя Санду, и многие наши сегодня политики из правящей партии говорят, что Украину защищают. И Молдову в том числе и с этим сложно не согласиться. Только между Украиной и Молдовой существует сепаратистский регион, Приднестровье, где до сих пор есть российские военные. Насколько международный контекст, изменившийся, может помочь решить эту приднестровскую проблему? Насколько это быстро может произойти, по-вашему? И является ли Приднестровье непреодолимым препятствием для вступления в Европе? Я думаю, историческая ошибка, которая была так создана Россией, которая оккупировала, я прямо скажу, конечно, Приднестровье, что все концентрировались на решении Приднестровья. Не надо на этом концентрироваться. Надо концентрироваться на ваше вступление в Европейский Союз, потому что эта проблема решится само собой. Даже сейчас оккупированные регионы Сокартвело, как мы его называем, Грузии, они молятся, эти жители, когда-нибудь Сокартвело станет европейской частью, потому что под оккупацией России они не имеют никаких прав. ни права на бизнес Европы, ни права на выезда. Они просто сидят в тюрьме российской, россияне там все грабят и от них берет. Вы единственный пример решения конфликта, который решается на позитивные стороны, где вы нашли еще другой оккупированный регион, в котором 90% граждан Молдовы. Большая часть экспорта экспортируется. И экспорт, который здесь работает. Они уже интегрировались, это вопрос только времени. Я думаю, даже те жители, которые живут в Приднестровье и видят, какой рай сотворяют российские войска в Донбассе, ну, даже в темном сне себя не видят под этим башмаком российским, и зная, что все возможности мира откроются им, когда они станут членами ЕС. Вот литовский паспорт сегодня, он восьмой по силе в мире, потому что мы со своим паспортом, с безвизовым режимом можем ехать на 184 страны где-то. Почти весь мир. Весь мир почти можем ехать вообще без никаких виз. Так вы ведь такими станете. Это вот все наши мероприятия. Сегодня не такие малюсенькие там в Литве. они делают свой бизнес в ста странах мира. Они большие. Мы потому-то хорошо и живем. Там вот 90% нашей экономики на экспорт работает. И вы такие ведь будете так сидеть под башмаком российским с угрозой даже жизни. Мы с поляками посчитали, вот если бы нас оккупировали сегодня, эти вот российские друзья, так с тактикой и методами, которые они используют в Донбассе, литовцев надо 20 поездов в день. Они нас вывезли на Сибирь через 4 недели, латушей через 3, эстонцев через 2. Спасибо за такое будущее. Мы этого уже жили. Так что я думаю, со всеми возможностями, которые вам откроются, Приднестровье, даже не будет вопрос. Это будет... Они сами попросятся, а мы легально, отвечая уже легально на ваш вопрос, нет никаких проблем. И Кипр, я сам был переговорщик в Брюсселе, со мной киприяне переговаривали. Решение Кипра, решение Германии, никто не принимал восточную Германию и в НАТО, и в Европейский Союз. Это просто произошло. Так что это единственный путь выживания и хороший путь для Приднестровья, вы всегда очень умно с ними общались, открывали все возможности. И надо очень постоянно работать с этими регионами, с Гагаузиями, потому что если вы не будете открываться, с ними работать, там всегда придет Кремль, Китай, все эти автократии, которые очень агрессивные сегодня. Напоследок, два коротких вопроса. Вы много говорили сегодня о возможностях, которые откроются для Молдовы и Молдаван на пути в Европейский Союз. Когда граждане начнут это ощущать? На собственном кармане и в собственном холодильнике? Я думаю, когда это произошло в Литве. Знаете, это произошло, когда мы начали переговоры делать. Потому что, знаешь, это психологическая черта. Ты уже сидишь за столом и переговариваешь. Ты переговариваешь, когда воплотить все эти реформы, в тебя начинают верить инвеститоры Запада. Так вот, это главный вопрос. Когда придут те самые инвестиции, без которых развития не будет? Вот смотрите, мы начали переговоры в 1999. С 2000 года наша экономика начала расти 10% в год. Нас называли «Бальтийские тигры». С нищего вот так пошло все. Так что я думаю, ну что, если так теоретически, вы начинаете переговоры на следующем году. Если вы не выбираете опять каких-нибудь русофилов здесь, так уже в конце будущего года, ну я не могу тут, я не оракал, но я думаю, в конце будущего года к вам придут очень много инвестиций, и вы начнете расти. Очень серьезно расти. И это не остановится на много лет. Будем надеяться, что так и будет. И последний вопрос. Вы уже немного об этом говорили, но чтобы, так сказать, закрепить, как вы считаете, когда Республика Молдова станет полноправным членом Европейского Союза? Вы окончите переговоры, это наш план, в 27-м, когда мы будем председательством, а встанете в 29-м. И вы можете мне не верить, вы тоже станете членом НАТО в то же время. Это план Литвы, или это некий план, который обсуждается на самом широком уровне въезд? Это просто наш опыт 30-летней трансформации. Нет другого варианта, только идти этим путем. Другой вариант – ехать в Сибирь или стать Донбассом. Понятно. Спасибо вам большое за это интервью, за столь лестные слова о Молдове. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубассом.